Добрый вечер! Эти слова – это цитаты из пророка Исаии, эти слова из Евангелия, где мы также читаем цитату из Священного Писания Ветхозаветного, что «Все девочки приимет, родит сына, и нарекут имя Иммануил, что значит «С нами Бог». И, конечно же, эти слова, они и сейчас актуальны, и в времена Христа были актуальны, и в Ветхом Завете были актуальны, потому что Господь не оставляет род человеческий от Адама до Антихриста. Без Бога, как говорится, не до порога, и, конечно же, род человеческий не мог бы существовать и минуты, если бы Господь не участвовал постоянно, не подстраховывал, не помогал, не направлял, не вразумлял, и, в конце концов, не спас человечество от греха. Иначе само человечество, оно обречено было бы на погибель, так как мы, ну, как дети неразумные, которые падают и плачут, и сами себе могут навредить, и только родители детей оберегают. Ну, представьте, вот младенчика оставить без родителей, что с ним будет? Вот все человечество – это такой младенчик, которого Господь оберегает, спасает, сохраняет, и, что самое важное, ведет в Царство Небесное. Поэтому «С нами Бог» – эта фраза очень глубокая, и в каждый из этих периодов, ветхозаветные, новозаветные или сейчас, она означает различные смысловые нагрузки несет на себе, и объединяет ее то, что Господь помогал и ветхозаветным верующим Израилю, и Господь помогал и апостолам, выразумлял их, спасал и приводил к вере. И Господь помогал, и потом, в период гонений в Церкви Христовой, эти гонения продолжались больше четырех веков. И у нас гонения на Церковь были, да, это прошлый век, 1917 год, открыл гонения на Русскую Православную Церковь внутри нашего государства. Конечно же, тоже Господь помогал. То есть гонения были, есть и будут, и, конечно же, гонения Антихристова еще грядет, и там Господь будет помогать и везде. «С нами Бог, разумейте языцы, и покоряйтесь, якос нами Бог». Дело в том, что эта фраза, пророк Исаия писал ее по отношению к тем народам, которые на тот момент нападали на государство израильское, на народ Божий, ветхозаветный народ. И действительно так все и происходило. Все окружающие народы были восстановлены сатаной на Израиль, и умножались, и вооружались, и злоумышляли. И что только там не происходило, вы можете это в библейской истории все прочесть, там все подробно изложено. И всякий раз Господь посылал народу израильскому либо пророков, либо царей, либо какие-то обстоятельства, с помощью которых они побеждали эти народы. Ну, вспомните хотя бы, что происходило во время исхода народа израильского из Египта в Палестину. Как Господь раздвинул буквально Красное море, и они по дну прошли, а войско, огромнейшее войско египетское, вступив в этот же коридор из воды, что с ним произошло? Народ израильский вышел на другой берег, а войско израильское было потоплено в водах Красного моря. Сейчас, кстати, археологические раскопки под водой находят остатки этого войска. То есть это все уже история, ее так называют библейская история, подтвержденная археологическими находками. Но это сотворил Господь через пророка Моисея, и также через Самуила, через царя Давида, через других пророков Господь спасал народ израильский в те ветхозаветные времена. И поэтому Исаий восклицает, вы можете как угодно против нас восставать, но за нас сам Господь, Господь с нами. Знайте это, разумейте и трепещите. Мы сейчас вернемся к пророкам. Кто такие вообще пророки и почему сейчас их нет? Ну, пророки, в смысле ветхозаветном пророки, это люди, которые были овеяны особой благодатью Божией, которые управляли народом израильским, которые открывали ему законы жизни в Боге. Ну, допустим, те самые 10 заповедей, которые мы все знаем, одна из них не уби там, не укради, не прелюбоса твори. Вот эти заповеди были даны Моисеем, пророкам народу израильскому, а Моисею их дал сам Господь на горе Хариф. Это где сейчас монастырь Святой Екатерины находится, да, рядом с Шарм-Аль-Шейхом. Соответственно, пророки защищали, пророки управляли, пророки открывали будущее, в том числе пророк Исаия открыл за 700 с лишним лет до рождения Христа, открыл народу израильскому, что придет Мессия, и вот с ним будет то-то, то-то, то-то. То есть его даже иногда называют, Исаия пророка, ветхозаветным евангелистом. То есть он как будто все видел, все эти события за 700 с лишним лет, и записал их, как вот такое ветхозаветное евангелие. Даже до таких подробностей, что о ризах моих будут метать жребий. То, что мы знаем, что воины, когда сняли одежду с Христа, они часть разделили, а был хитон Господень, он был соткан, его невозможно было разрезать, он бы распался на ниточке, поэтому о нем они бросили жребий. И даже такие подробности Исаия пророк приводит в своих пророчествах. И, конечно же, через это огромное количество людей в ветхозаветном Израиле спасалось верою в грядущего Христа. И эти пророки, они действительно знали будущее, они действительно знали какие-то события грядущие и управляли в том числе и царями. Если вы помните Илью пророка, он государство израильское целое, один спас от идольского поклонения. Когда он 400 идолопоклонников, жрецов идольских, он просто зарубил мечом. После того, как они проиграли ему такое соревнование, что ли. Два жертвенника, на одном идольские жрецы приносили жертву, на другом жертвеннике сам пророк Илья принес жертву Богу. И огонь сошел с неба на жертву Ильи пророка, и после этого, конечно, всех обманщиков, всех просто порубили. И через это народ израильский вернулся к вере своих отцов, к истинной вере. То есть эти события, их можно достаточно долго рассказывать, но я не соглашусь с тем, что сейчас нет пророков. Но если брать ветхозаветные времена, мы знаем этих пророков, а новозаветные времена мы тоже знаем. Иоанн Богослов, ну как его не назвать пророком, хотя он еще и евангелист, хотя он еще и апостол, но он и пророк, потому что он написал тот самый апокалипсис, который еще только впереди избудется в свое время, где описаны события последних времен, события, предшествующие им. И уже две тысячи лет прошло с его кончины. Что же? Конечно же, он пророк. И пророки были и в другие, и в средние века, и в наше время, я думаю, есть люди пророчествующие, то есть люди, знающие будущее. Просто Господь их скрывает сейчас, чтобы мы по своей греховности их так же не осудили, неправильно как-то с ними не обошлись. Потому что все пророки ветхозаветные практически, все были убиты народом израильским, удивительно. Апостолы были убиты. Но с другой стороны, наверное, сейчас уже пророки не нужны, у нас же есть Евангелие. То есть Евангелия не было, были пророки. В глобальном, таком, стратегическом плане, конечно, нам все известно. И есть даже целая книга пророчества о судьбе Российской империи, о Святой Руси. Что будет с Россией, пророчества, что будет с миром, как придет Антихрист, как будут развиваться какие-то другие события. То есть это все, можно сказать, прописано, может быть, не до мельчайших частей, но глобально все мы знаем и понимаем, что грядет в будущем. Будут и воины, и нестроения, но и сам Господь Иисус Христос, Он тоже пророчествовал, Он тоже в Евангелии многое говорил о будущих, грядущих событиях. Это тоже пророчество. И говорить, что сейчас нет пророков, ну, может быть, они сейчас не глобальные что-то говорят, а конкретные о каждой судьбе человека. Ну, допустим, Серафим Саровский, он тоже говорил о Дивееве, пророчествовал, что будет в конце времен с Дивейской обителью и так далее. То есть мы можем совершенно твердо верить, что если нам что-то нужно знать для нашего спасения, Господь пошлет нам своих избранников, которые нам в тот или иной момент укажут Его волю, Божью волю, и скажут, что надо делать. Это и есть пророки. Просто их вот называли в Ветхом Завете пророками, а сейчас мы их называем святыми. Кто такой пророк, кто такой святой? Это те люди, в которых живет Дух Божий. И через них так или иначе управляет церковь, или Ветхозаветная церковь, или Новая Заветная церковь, но управляет Дух Святой через своих угодников. Вот кто такие пророки. И сейчас наверняка такие люди. Да, хорошо, наверное, знать свой путь. А вот с этим не соглашусь. Потому что для того, чтобы знать свой путь, в том числе, значит, и кончину, когда умрешь, от чего умрешь, нужно быть очень смиренным, терпеливым человеком. Потому что, ну, представьте, если человек знает свою кончину, что, ну, грубо говоря, там через 10 лет он умрет. Здесь несколько вариантов развития событий такого человека. Первое – это гуляй, пей, веселись, значит, отрывайся, потому что осталось всего 10 лет. Это неверующий человек поступит. Человек какой-то другого направления, он в уныние впадет. Да, о, все плохо, что тогда делать, зачем работать, лучше я вот буду ничего не делать, вот как-то. Это второй путь. И лишь верующий, смиренный человек будет жить и трудиться Господу, зная, что да, Господь его заберет там через 10 лет. Вот совершенно разные подходы, в зависимости от того, есть вера, нет веры. Поэтому и не всем открыта дата кончины человеческой. Да, но с другой стороны, у нас столько сомнений мучает, как поступать в какую-либо определенную ситуацию. Ну, в любой абсолютно, да. В какую школу отдать, там, да, например, с работой, куда наработаете. Вот, то есть, ну, множество у нас вопросов, да, которые на перекрестке мы ставим, не знаем, куда идти. Как хорошо, наверное, спросить у кого-то, и тебе подскажут. Да, спросить хорошо, тебе даже подскажут наверняка. И я не сомняюсь, что ответ Господь, если будешь молиться и спрашивать, Господь даст. Другое дело, что ты последуешь ли этому ответу? Потому что множество людей, получая такой ответ, говорят, не, вот мне это не нравится. И идут к другому, спрашивают. И к третьему, и к четвертому, ну, как это, к священникам. Вот тот мне неправильно сказал. И этот так же говорит, и этот так же говорит. «Не-не-не, я не согласен». То есть, здесь, опять же, нету смирения, и человек, даже верующий человек, неправильно относится к такому, ну, как говорят, микропророчеству, да, о его жизни. Куда идти работать, чем заняться, что вот сделать там с семьёй или там с другими, с другими своими моментами. Даже в моей практике было много моментов, когда человек там советовался, ну, создавать семью, или не создавать семью. И мои ответы, как правило, не всегда воспринимались. И потом они, вот, эти люди страдали. Были такие моменты. То есть, это даже в моей маленькой священнической практике наблюдается. У нас есть звонок, послушаем? Да, послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Батюшка, здравствуйте. Добрый вечер. Говорите. Что такое грех? Как он появился? Если Бог создал всё, то грех тоже создал Бог? Спасибо за вопрос. Ну да, во время Великого Поста как раз об этом и надо спрашивать. Потому что сейчас мы должны прежде всего рассмотреть в себе свои грехи и постараться их исправить. Что такое грех? Ну, я постараюсь на аналогии объяснить грех. Вот, грех и какое отношение он имеет к Богу. Вот мы в жизни своей знаем, что такое свет. И что такое тьма. Но тьма – это просто отсутствие света. Её нет как таковой тьмы. То есть, это не какая-то субстанция, которая растёт, может развиваться в своей какой-то тьме ещё более тёмной. Нет, просто свет приходит, и тьмы нет. То есть, мы входим в комнату, включаем лампочку, и всё, и светло. Выключаем – темно. Вот грех – это отсутствие божественного света. Отсутствие Бога в той или иной части человеческого естества. Причём эта часть закрыта самим человеком для света Божьего. То есть, есть фраза такая в Евангелии, на чём я это основываю, своё утверждение. На том, что есть фраза в Евангелии, Господь говорит, вот стою и стучу в дверь, жду, не откроет ли мне. Но Бог есть свет. И если человек не открывает Богу, то есть свету, дверь своей души, то что в душе этого человека? Конечно же, тьма. И если он откроет, что будет свет? Поэтому создать грех Господь не может. Бог есть любовь. Это противоестественно. Не может любовь создавать зло. Зло – это там, где нет любви. И то, что Господь создал различные творения, в том числе словесные, со свободой воли, то есть людей, ангелов, вот эта такая благая воля, благой дар Божий, свобода выбора, свобода воли, она и послужила появлению тёмных участков в жизни всех творений. То есть там, где ангелы сокрылись от Господа и стали свою волю проявлять, они стали тёмными, они стали бесами. Там, где люди сокрыли свои души от Бога, они тоже стали тёмными, они тоже стали совершенно неправильно себя вести и стали жить во зле. Потому что без любви какая ещё альтернатива? Только одна – зло. И вот, как говорится, третьего не дано. Поэтому Господь грех не сотворял. Грех сотворил своеволие, гордыня и отпадение от Бога. От света появилась тьма. То есть здесь, по-моему, всё уже достаточно ясно. Всё очень сложно. Ну, на самом деле, очень поразительно, да, как Господь, если Он наполняет вообще всё, Господь есть любовь, и человек может в себе вмещать то, где Господа нет. Вот, тем не менее, это так. Удивительно, конечно. И даже непонятно, как это. Вот такое человеческое естество, немощное, слабое, совершенно ничего не могущее, а оно может противствовать воле Божией. Внутри себя человек совершенно свободен, и он может открыться Богу, а может не открыться. И поэтому Господь просит, дашь мне, Сыне, сердце твоё. То есть Господь просит нас, чтобы мы Ему открыли дверь. Творец Вселенной, Творец в том числе и нас. Поразительно, но такова любовь Божия, потому что насильно мил не будешь, да, как у людей говорится. Вот здесь ещё в большей степени это превалирует, что Господь не хочет никого насильно к себе приводить, только по любви. Да, ещё хотелось бы обратить внимание на такой отрывок, и в Деяниях Послов есть, и в житии пророка Исаия, о котором мы сегодня начали с вами говорить, фраза как раз «С нами Бог», и его ещё называют ветхозаветным евангелистом, да, пророка Исаия. И вот такой момент в его жизни, когда Господь им является, вы, наверное, можете более подробно об этом расскажете, да, и Господь спрашивает, да, кого мне послать, кто пойдёт за нас? И пророк Исаия, не задумываясь, говорит, вот я, Господи, пошли меня, да. Такой же вот ещё момент, который поражает воображение, ученик Анания был, да, в Деяниях Апостолов, который исцелил потом от слепоты Саввала Павла, и тоже Господь в видении ему сказал Анания. И он сразу сказал, «Я, да, Господи, вот говори мне, ибо слышит раб твой, да». То есть вот эти моменты, как вот человек мгновенно слышит Бога. А апостолы. А апостолы тоже. Всё бросили и пошли. Вот как это так? Как будто всю жизнь вот сидят и ждут. Но действительно, есть такие люди, которые ждут Господа и ищут Его. Не просто ждёт, вот сидит и ждёт, когда к нему кто-то постучится. Хотя и так Господь стучится, и приходит и к таким. Ну, например, апостол Нафанайл. Он под смоковницей сидел, и Господь... Молился. Да, молился, и Господь его услышал и привёл его к себе, сделал апостолом. И сейчас есть такие же люди, которые также ищут Господа, которые также хотят Его соприкосновения со своей душой. То есть это не только ветхозаветная такая или там новозаветная евангельская история. Нет, это и сейчас происходит. И те люди, которые сейчас уходят из мира, например, становятся монахами. Ну, ради чего? Ради каких-то богатств, ради каких-то развлечений, что ли? Да нет, в монастыре там особых развлечений нет, и богатств там особых нет. Наоборот, человек отрекается от всего, уходя в монашиство. Ну, это идеали. Идеали, да? Какими должны быть монахи? Потому что... Ну, по-всякому бывает, да? Нет, ну, естественно, в каждом человеке есть какие-то недостатки. Но в любом случае монашеский постриг, он подразумевает отречение. То есть человек даёт обещания. И на это достаточно трудно решиться, чтобы сказать, что вот я отрекаюсь от семьи, я отрекаюсь от детей, что у меня не будет никогда детей, что у меня не будет никогда семьи, что я не буду там какому-то бизнесу или ещё чему-то такому время своё отдавать, что я буду... Вот мне пошлёт, так сказать, на церковь, на какое-то поприще. Ну, восстанавливать храм, монастырь, или, не знаю, в больнице как-то трудиться. Вот что скажут, то и буду. Пошлёт другое... Господь что говорит, да? Овец посылает среди волков. Да, тем более это перекликается очень хорошо, перекликается с евангельским текстом. Все посылаю вас как овец среди волков. То есть мы действительно, верующие люди, живя по заповедям Божьим, должны быть добрыми ко всем. И часто мне такой вопрос задают, но меня сожрут просто на работе или в семье, если я не буду отстаивать свои интересы, свои права. Вот по человеческим меркам и размышлениям действительно страшно становится. А как же? Если я сам себя не защищу, кто же меня защитит? Но тут же вопрос этот выдает неверие человека. А как же Господь? Или ты считаешь, что ты один по жизни идёшь, без Бога? Ну тогда да, тогда ты становишься неверующим, и тогда ты уже сам себя защищаешь. И что с такими происходит, мы знаем из истории и из событий даже нашей жизни. Безбожные люди, посмотрите, как они грустно заканчивают свою жизнь в этом мире. И в том мире тоже ещё более грустно. Ну фактически, да, Господь посылает на смерть овец среди волков. И тоже монашество – это есть смерть. Смерть. Монашество – это полное отречение от своей воли, послушание церкви и Господу. И человек, который приходит в монашество, он готов, но сегодня он здесь трудится, потом его посылают дальше, дальше, дальше. То есть какие-то различные места служения. Ну, если говорить о, там, без конкретики, но я знаю людей, которые поменяли 6 приходов, 7 приходов, а сейчас уже и область поменяли, даже в другой области восстанавливают что-то. Это абсолютно мне знакомо, по моим знакомым священникам-монахам, да и по моей жизни я тоже поменял уже третье место своей, так сказать, деятельности церковной. Уже на третьем месте, да, уже нахожусь. И это естественно, потому что, ну, дал Господь здесь потрудиться, тут потружусь. Дал Господь дальше куда-то идти, дам потружусь. И это все, если человек отрекся от своей воли, это все нормально. А вот для мирского человека это ненормально абсолютно. А почему это? Я здесь что-то построил, а меня берут и куда-то дальше. Ну, и более того, да, вот мы сейчас с вами рассматриваем вариант, это вот мы живем в такое время, можно сказать, ну, комфортным его назовем, да, когда нет гонений на церковь, да, когда и тем же строительством занимаются-то единицы. Ну, вообще монашество, оно же подразумевает не просто, вот, да, вот, строительство, оно вообще отречение от всего, полностью от себя. Ведь и преподобный Серафим Саровский, для чего они носили вериги? Зачем преподобный Сергий Радонежский? Он уходил там в глубину, да, и именно оттуда как раз все пошло, развитие вообще и поддержка, и духовной жизни. Потому что люди, они как раз от всего отказывались, уходили, а их уже потом находили сами люди. То есть они от всех уходили. Ну, строительство, я говорил, не в смысле стройматериалов, кирпича, там, досок и еще чего-то. Строительство, оно более глубокий смысл имеет. Строительство Церкви Христовой, это, как говорят, не в бревнах, а в ребрах, да, храм Божий находится. И построить храм Божий в душе человеческой, это тоже строительство. И здесь, ну, тот же преподобный Сергий, если вы о нем упомянули, он построил не только Троиццу Сергию Лавру, он и город Сергий в посад построил, и построил еще более 40 монастырей. Ну, он уходил-то, он не за этим. А это уже другой вопрос. Вот вы, понимаете, уводите к тому, что он якобы вот уходил сам, вот его воля была уйти куда-то. Монах не имеет своей воли. Ему Господь сказал, иди туда. Он туда пошел. Он пришел в дикий лес, где медведи ходили, и построил себе келью, потом монастырь построил, потом город вокруг этого монастыря образовался. Но это кто строил? Медведя, что ли? Нет. Преподобный Сергий. И сколько веков он это строил? Да вот сколько существует троица Сергея Лавры, столько строительства идет. А еще его ученики, которых он также, можно сказать, построил, то есть он им заложил в душу правильный образ мысли, правильную веру, правильные взгляды, правильные молитвы и делания. Он построил внутренний мир своих учеников. Они построили еще 40 монастырей. Ну да, я к чему это говорю? То, что он не шел и мечтал, я сейчас приду в лес, ко мне тут сейчас люди придут, я тут построю троица Сергея Лавры. Он же не за этим уходил. Он шел, искал Бога в уединении. То есть он пришел, он в принципе, если бы Господь, наверное, его не прославил таким образом, он бы... Сколько, наверное, таких было отшельников, которые просто уходили в лес, келью себе делали, на фоне, например, те же монахи. Они уходят, все, о них забывают весь мир. И вы неоднократно рассказывали, когда идешь по Афону, и в очень многих книгах идешь, и благоуха неоткуда-то. Сколько таких подвижников, неизвестных нам. И такие, да, конечно. В первую очередь, конечно, я... К чему людям говорят это все? Что в первую очередь, монашество – это все-таки смерть для этого мира. То есть человек идет Бога искать, в первую очередь. А уже в каком дальше, как Господь его поведет? Сейчас вот время строительства церквей у нас, восстановления. Что будет там через 10 лет, например, те же гонения на церковь? Ведь все идет, да, история, она повторяется. И в любом случае, тем более, сам Господь сказал, да, что церковь всегда будет гонима. Слава Богу, мы сейчас живем в такое время, но не знаем, что будет через 10 лет, через 20 лет. И нужно быть готовыми. Готовыми всегда вот на встречу с Богом, да, и свою жизнь можно за это положить. Нужно быть готовым к исполнению воли Божией, какой бы она ни была. Вот это важно. И здесь сразу получается как бы универсальный ответ. Ну, даст мне Господь жить и умереть в одиночестве в какой-то келье на каком-то склоне горы Святой Афон, да, где потом меня даже и похоронить некому будет. Значит, я так буду жить. Даст мне Господь создать лавру на том же Афоне, да, значит, так будет. Даст мне Господь построить храм где-то в городе, значит, так будет. Даст мне Господь просто собрать вокруг себя приход, значит, так будет. То есть, но главное не отрекаться от воли Божией, а принимать ее и нести. Вот это и есть отречение от своей воли. То есть, не важно, что я хочу. Но если брать святителя Николая в житие, то он хотел уединиться и вот не выходить из келья. Он ушел на святую землю. Он рядом с Ифлиемом нашел себе пещерку там два на два буквально. Она до сих пор есть, и к ней можно там в паломничество приехать, да, посмотреть, как он жил там. Но что Господь ему сказал? Матерь Божья что сказал? Ты мне нужен не здесь. Иди вот в мир Ильикийский, и там будешь епископом. Вот чего. И что Николай Годник сказал? Нет, а я хочу здесь быть. Вот в уединении, чтобы меня никто не знал, может быть, он это и хотел. Но он смиренно принял волю Божию и стал епископом. Представляете, да? Затворник, стремящийся в затвор, становится епископом. Это в корне совершенно другая деятельность, противоречащая. То есть епископ это всегда центр общественный, центр церковный, центр какой-то социальной деятельности. Ну я думаю, что и все монахи, они за этим-то и уходили, в одиночество, да? То есть не будет человек постригаться монашеской, так, пойду я построю-ка, я вот там монастырь. То есть нет. Не знаю, конечно. Изначально первая цель, она идет как раз... Абсолютно. Первая цель к Богу. Я хочу найти Господа и следовать Его воле. А дальше, Господи, как Ты хочешь и как знаешь, управь меня. Все. Вот это цель монашества. Поэтому здесь мы как раз вот к этому и приходим. У нас есть звонок. Послушаем. Послушаем, да. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, отец Евмений. У меня есть такой вопрос. Мы всегда отмечаем Рождество в определенный день, 7 января. А вот Пасху в разные дни. То она бывает в марте, то в мае. Почему так происходит? Объясните, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, два действительно самых больших церковных праздника, Рождество Христово и Воскресение Христово, они действительно отличаются по своим датам. Дело в том, что дата Рождества Христова она совершенно четкая, ясная и однозначная. То есть Христос родился вот для нас это 7 января. То есть там по сторонним стилю по-другому там. Но это был конкретный день, известный в том числе и исторически, архивно описанный еще в Римской империи. А вот Пасха, это Ветхозаветная Пасха, от нее идет истоки, от Ветхозаветной Пасхи, она была привязана к лунному календарю. Это был праздник исхода народа израильского из Египта. Пасха, она переводится как исход, выход из рабства. И этот выход был приурочен к определенному дню лунного календаря. Не Григорианского, не какого-то там солнечного календаря, в котором мы сейчас живем, а лунного. А лунный календарь, он плавает относительно нашего календаря. То есть он двигается. Поэтому Пасха Ветхозаветная, а к ней привязана Пасха Новозаветная. Мы знаем, что Господа распяли перед Пасхой. И, собственно, воскрес Он на Пасху. Соответственно, мы знаем об этом четко из Ветхого Писания, из Ветхого Завета, как эту Пасху исчислять. И к ней, соответственно, четко привязываемся. И для нас это важно в том плане, что мы соблюдаем соблюдаем таким образом тот же самый день, только другого календаря. Не солнечного, а лунного. Которые чуть-чуть разнятся между собой. Вот и все. То есть здесь ничего сложного нет. И очень интересно, Господь, для нашего удостоверения, что мы правильно празднуем Пасху Новозаветную, Он дает каждый год схождение благодатного огня на Пасху, таким образом, показывает, что действительно в этот день Он воскрес. Откуда это пошло? Это пошло с момента воскрешения Христова. Мы видим в описании, что и тогда сошел огонь, и тогда сошел ангел Господень. Его видели жены-мироносицы и другие люди. И это все, собственно, до сих пор происходит так же. Благодатный огонь сходит уже две тысячи лет ежегодно именно в день православной Пасхи. Не католической, не иудейской, а именно православной. Да, вот еще Евгений спрашивает, что делал Господь от воскресения до вознесения, и почему Его не узнавали ученики? То есть Он в каком-то другом облике был. Почему не узнавали? Дело в том, что Господь, мы помним праздник преображения Господня, когда Господь показал истинный свой вид трем апостолам. И Анну, Иакова, и Петру. На горе Фавор. Что произошло с апостолами? Они попадали просто от ужаса, когда они увидели блистающий лик Христа, свет, исходящий от Него. Они в ужасе просто попадали, закрыли лица свои. Когда Господь воскрес, Он тоже преобразился. Он уже выглядел не как Он выглядел до этого в смиренном человеческом облике. Он уже приобрел славу свою Господню, уже выглядел иначе чуть-чуть. Хотя все те моменты, связанные с Его страданиями крестными, то есть на руках у Него были, отметины от гвоздей, на ребре отметины от копия. Все это тоже было. И если следовать евангельскому тексту, то Лука и Клеопа, которые также не узнали Господа, они шли в Маус из Иерусалима, и они шли достаточно длительный период с Господом по дороге и беседовали с Ним. Но, как они сами пишут, глаза были им удержаны, что они его не узнали. Когда же они его узнали через преломление хлеба, то он исчез для них. То есть он стал невидим. И вот это как раз и происходит с нашими телесными органами чувств. То есть зрением, слухом, осязанием, вонянием. Они плотские, они духовный мир уже не могут полностью воспринять, и поэтому чуть-чуть искажают этот облик Христа уже в том числе со славой Божественной, пришедшего после своего воскресения. Ну, а какой свет от него исходил, вы можете судить по плащанице, на которой изображено его тело с помощью света. То есть это ожог ткани на глубину несколько микронов, как вспышка, ярчайшая вспышка света, которая даже ткань обожгла. Настолько яркий свет от него исходил. А что делал Господь от момента воскресения до Вознесения? Он же 40 дней здесь, на земле пребывал? Он являлся апостолом, он являлся женом-мироносицем, он, естественно, матери являлся, апостолом-учеником являлся, апостолу-петру являлся. И вот Луке Клеопе являлся. Соответственно, но он также испускался во ад, он там разрушил врата адовы, чтобы оттуда извести всех тех самых пророков ветхозаветных, потому что до... То есть это в течение 40 дней еще продолжалось? Или все это было с момента, как Господь распяли? Схождение во ад было в момент его смерти, он сошел туда, и в момент его воскресения он сошел сначала во ад, потом здесь явился, а потом уже стал являться всем своим ученикам и прочим, и женам-мироносицем. Но важно то, что он еще и вознес к отцу своему, о чем мы также читаем Евангелие. Он с женам-мироносицем говорит, не прикасайтесь ко мне, ибо еще не вошел ко отцу моему и богу моему и отцу вашему и богу вашему. То есть он еще и на небо вошел в течение этого всего периода. А почему нельзя было прикасаться? Может быть из-за того, что просто обжечься могли, так же, как плащаница, но это мое предположение, потому что плащаница была обожжена. Для нас это все сокрыто. Сокрыто, да, потому что здесь уже мы соприкасаемся с тем новым духовным миром, для которого мы еще здесь не подготовлены. Все, что нам надо знать. Для нашего спасения Господь нам все рассказал во время своей земной жизни. Объяснил, показал, в притчах, можно сказать, разжевал и разложил по полочкам, да, и своим собственным примером показал, как надо делать, что надо делать. А вот эти вот моменты, связанные с духовным миром, но апостол Павел говорит, что это на ухо не взойдет человеку и на сердце, и в ум не придет человеку, что Господь уготовил любящим его. То есть мы просто сейчас в материальном своем, так сказать, пребывании здесь, мы просто не вмещаем этих моментов, и поэтому они не могли его узнать, и поэтому они пугались, и поэтому нельзя было прикасаться к нему. там другие законы, другие качества жизни и другого совершенно естества вся, так сказать, жизнь Господа и последователей его. Так, еще у нас есть вопрос от телезрительницы Елены. Ну, может быть, сейчас не очень актуальный этот вопрос, потому что пост начался, но вообще, я думаю, на будущее он будет ответить, да? Как готовиться к причастию в пищевом плане человеку, который, ну, еженедельно причащается, соблюдает все посты, в том числе в среду, в пятницу, и вот есть мнение, что в субботу перед причастием, если человек собрался в воскресенье, можно не поститься, даже там мясо есть, и вот такое выражение, даже где-то вот она с этой телезрительницей слышала, что, а то так придется все время вообще поститься, то есть нужно ли поститься вот так человек все время? Но перед причастием поститься вообще предписывается три дня, в крайнем случае один день, но это крайний случай, лучше три дня поститься, ну, по крайней мере, вот пятницу и субботу два дня хотя бы попоститься надо, потому что мы должны прийти к причастию неподготовленными, не абы как, и если мы принимаем тело и кровь Христовы неподготовленными, то они вместо пользы, они могут принести вред душе нашей, обжечь, как огонь, божественный огонь, он может согреть, а может и обжечь душу неподготовленную, и в этом плане, конечно же, мясо нельзя есть перед причастием, ни в коем случае, поэтому, если вы хотите в воскресенье причащаться, пятницу, субботу надо поститься, и тут не имеет значения, в среду и пятницу постились вы или нет, потому что эти дни не приурочены к причастию, среда и пятница мы постимся по другой причине, в среду мы постимся, потому что в среду Господа Иуда предал, да, за 30 сребреников архиереем, договорился с ними, а в пятницу мы постимся, потому что в пятницу Господа распяли на кресте, естественно, это совсем не связанное с причастием событие, к причастию надо поститься в то же, в суббот, неделю это для причастия. А есть в чем-то различие, те, кто еженедельно причащается, да, и те, кто редко, например, там это делает? Ну, это уже зависит от духовной жизни человека и от благословения духовника, есть те, которые причащаются раз в неделю, два дня в неделю попоститься, я думаю, не столь страшно это, тем более, сейчас мы вообще постимся каждый день, сейчас пост. Сейчас, да, это понятно. А когда вне поста, ну, здесь надо договариваться тогда со священником, с духовником, у которого человек исповедуется, и с ним выяснить этот момент, сколько раз человеку надо причаститься в месяц, один раз, два раза в месяц, или, может быть, четыре раза в месяц, с какой подготовкой, с каким вычитыванием молитв, просто чем чаще человек причащается, тем большую подготовку он должен совершать, не меньшую, как здесь, по логике, я вот часто причащаюсь, поэтому вообще готовиться не надо, это от обратного логика, наоборот, чем ты чаще причащаешься, тем ты больше ответственен, и больше на себя дерзновение берешь, и значит, больше должен готовиться, а не меньше, а тут какой-то совершенно противоположный вывод делается человеком, то есть, мы должны готовиться к каждому причастию без исключения. Ну, пока мы ждем звонки, вернемся мы к нашей фразе, с которой мы начали, «С нами Бог», и вот эта песня пророка Исаии, разумеется, «С нами Бог», можно ударение по-разному поставить, и будет совершенно другая смысловая нагрузка, да, если, например, поставим «С нами Бог», то здесь получается как вот «С нами Бог», она такая победная, себя выделяем, выделяем, да, «С нами Бог», если мы пронесем, здесь мы… Выделяем Бога. Да, то есть, как бы с нами не деньги, не силы, не оружие, а с нами Бог, сам Бог пребывает. Вот где здесь правильно стоять ударение? А я думаю, и то, и другое здесь актуально, то есть ударение на два слова надо ставить «С нами Бог», потому что мы так и поем, потому что есть две заповеди «Возлюби Бога» и «Возлюби Ближнего». Здесь то же самое, это фраза с нами, это «Возлюби Ближнего», «Бог», «Возлюби Бога». И я думаю, актуально и то, и другое. И действительно мы, ну, повторюсь, может быть, но мы не смогли бы существовать как государство, потому что мы созданы нашими предками как православное государство, содержащее православную веру, которое нам от дедов и прадедов передается, которое мы своим детям и внукам передаем. И это то, ради чего мы, собственно, и живем. Наша цель содержать, как вот в сосуде содержится какая-то, ну, драгоценная жидкость, да, может быть, благоухание, может быть, какая-то там вода или какое-то лекарство. Вот так государство – это такой сосуд, который с помощью своих механизмов защиты и организации, он содержит внутри себя определенные людей, определенного, так сказать, вероисповедания, мировоззрения и веры. И здесь это цель существования Руси, Святой Руси, которая существовала и во времена Великокняжеских каких-то моментов, и во времена Российской империи, и во времена Советского Союза. И сейчас Святая Русь существует во времена Российской Федерации. Да, даже праздник отдельный выделен, да, торжество православия, которое будет отмечаться как раз в воскресенье. в воскресенье будет праздноваться торжество православия, потому что мы торжествуем в том числе в том, что мы сейчас имеем православную церковь. Это заслуга наших дедов и прадедов, которые отстояли во время гонения 18-го года тысячами погибая за храмы, монастыри, да и само просто вероисповедание. Ведь расстреливали просто без разбора даже тех, кто иконочку желая сохранить от сожжения, брал к себе домой. Таких разыскивали и расстреливали даже за такие моменты. Представляете, какая жесточайшая была война с верующими. Но недаром же было даже заявлено, что в 1980-м году мы по телевидению покажем вам последнего попа и на этом с церковью будет покончено. Это Хрущев заявлял официально. Но эта же цель была такая. То есть еще и хрущевские гонения были. Не только при Ленине были гонения и дальше, но и при Хрущеве. То есть это казалось бы, да, уже 20-й век, уже все культурные, а гонения продолжались. Продолжалось закрытие храмов, продолжалось уничижение священников. это наша история недавних дней. И тем не менее все это отошло и мы опять имеем возможность свободно проповедоваться православие внутри нашего государства. Да, так что приглашаем всех прийти в воскресенье, да, будет и вечная память всем нашим предкам, да, потрудившимся, да, на этом поле. Благое лето всем нам. Ну и нам, конечно же, постараться то, что нам передано с кровью, с потом и с такими страданиями и учениями от наших дедов и прадедов, и нам постараться это удержать и передать дальше по наследству без изменений, а еще, может быть, и как-то улучшив, то есть увеличив количество храмов монастрии. Сейчас, на данный момент, мы в 10 раз меньше имеем храмов в монастрии, чем было в 1917 году. Ну и храмов в монастрии, наверное, уже у нас достаточно, теперь у нас катастрофическая нехватка священников у нас. И священников меньше, и монахов меньше. То есть вот храмов и в камне и в бревнах мало, и в ребрах тоже храмов мало. К сожалению, мы еще не восстановили тот уровень православной жизни православия государственного, который был на 1917 год. А вам братья вообще нужны? Может, телезрители наши так вот слушают, нас смотрят. Как вас с братьями? Нехватка, конечно же, и священства, и монашества, она была и есть. И я думаю, в ближайшие десятилетия и будет. То есть людей, готовых послужить Господу? Искренно послужить Богу, конечно же, мы с радостью примем, и там есть и семинария, где учиться, есть и место проживания. Было бы желание почти стихами. Да. У нас осталось совсем полторы минутки, и хотелось бы вернуться к нашей фразе «С нами Бог» и вопрос, а мы-то с Богом? Вот как нам быть с Богом? Вот этот вопрос, который в душе у каждого из нас должен иметь ответ свой, потому что наша совесть нас обличает с Богом мы или нет. И всякий раз, когда ты так или иначе отступаешь от Бога, так или иначе нарушаешь какие-то запады Божьи и любви, совесть тебе сигнализирует это. И, естественно, в этот момент нужно тормозить себя и стараться исправляться. И уж в любом случае покаяться в том, что ты совершил и отошел от воли Божьей в чем-либо. И это надо делать всю нашу жизнь в этом мире, потому что только так мы сможем сохранить и приумножить любовь к Богу. Если мы будем к этому относиться халатно, мы свою любовь к Богу растеряем, и она к концу нашей жизни охладеет и исчезнет. То есть с нами Бог должен быть всю нашу жизнь. Да, ну и изучать нам Евангелие, там все понятно. Те, кто вот к нам присоединяется, может быть еще только готовится, или вот сейчас соберется на Великий пост, пожалуйста, благословите всех телезрителей. Ну, помощи Божией всем попаститься, потому что это полезно и для тела души, и для спасения вечности. Помощи Божией вам в этом. и по строгости пощения я вам советую посоветоваться со священником, прийти и отдельно проговорить, как, что, когда поститься, исповедаться, причащаться, какие молитвы читать. То есть самодеятельностью не надо заниматься. Помоги всем Господе. Благодарю вас, с имени, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо. На сегодня все. До свидания. До свидания. Продолжение следует...